Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это начало моей партии за Нубию в Сидмерс Цивилизейшн 6 Газерин Сторм на 10 человек. Традиционно в последнее время мы играем случайными нациями, но, как видите, мне выпала Нубия, очень необычная цивилизация, по-моему, довольно сильная, да и партия за счёт этого получилась не такой, как всегда. Традиционно спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, для всех остальных они будут выходить раз в день, во всяком случае так планируется, ну и прошу вас воздержаться от спойлеров в комментариях, от бессодержательных спойлеров и от оскорблений участников партии. Приятного вам просмотра! Уже в столице мы не сможем воспользоваться, во-первых, Нубийской пирамидой, а во-вторых, бонусом плюс 40% к строительству районов, потому что мы не можем с центром города поставить Нубийскую пирамиду, ходить, искать пустыню я, конечно же, не буду. Ну, в принципе, кстати, ничего такое, начальное место, я бы, наверное, даже не уходил. Ну, то есть, можно было бы, например, на пшеницу перейти, встать. Ну, тогда я, скорее всего, тут у нескольких городов место уберу. Вот, видите, у меня речки, то есть, хотелось бы на речках ставить города. А зато заработал в адресу. Вот, вниз тут, ага, вот у меня пустыня. Ну, я не пойду, конечно, к пустыне, тут для столицы, для начала, очень неплохое место. И еда есть, и производство. Блин, или на пшеницу все-таки. Вот жалко, что вот эти клетки не считаются рядом с рекой. Я бы вообще сюда встал, конечно, но... Клите. Просто тут я уберу лес сразу, и это... Минус к производству в будущем будет. И на холме я буду стоять. Пантеончик здесь бы, наверное, на плантации... Ну, не знаю, мне не хочется идти на пшеницу, именно по причине того, что, во-первых, ход как бы теряется, во-вторых, вот сверху тут тогда у городов меньше места будет. Я все-таки останусь. На месте жалко... лес жалко, не спорю. Давайте разведчиков, я думаю... Может, это у нас... Иконки какие-то странные в городе. Так, а мы, собственно говоря, кого ждем? Люкса ждем, когда он загрузится. Ну, я уже метод на космопорты поставил. Для всех? Мы все должны их видеть, я думаю. Могу пока... Не, не буду все-таки. Раз уж вы против военной победы прям рисовали, прям... Так, ну что? Каких-нибудь лучников впитали идти сразу? Ну, нам еще прачники нужны. Уже нация спалилась у меня. Да. И, кстати, получается, люкс он видит, может увидеть все нации. Я бы хотел их увидеть, но я пока не могу. У меня подключение игроков. А как у тебя нация спалилась? Что я пропустил? Ну, там вот... Было такое... Связь разорвана и лидеры, то есть иника. Ага. Ну, еще некоторые нации можно пригадаться по отсчету очков. По крайней мере, я одну точно знаю, кто это. Такого же шесть очков? Да-да, именно он. Слушайте, а у вас иконки... Вот я поставил разведчика, строится, у меня какая-то в очереди строительство иконка странная. У меня нормальная, обычная, с котиками. У меня где-то разведчик уникальный. Нет, у меня какие-то монументы там... А, это бывает, такой мак. Я сталкивался с ним. Здесь он никак не повлияет на дальнейшее. Не, не, он просто все подряд начинает менять иконки, но строится то, что заказал. Люкс загрузился. Так, ну пока животноводство, тем более это в сторону моих лучников будет. Я бы хотел кого-нибудь в соседях найти, конечно. Еще раз, а карту мы какую выбрали? Пангея плюс. Посмотрим. О, есть для пустыни место. Видите, рядом с оазисом можно город вполне нормальный поставить. Так, тут у нас производство еда. Ну, нормальненько пока вроде. Я бы не спешил прям в пустыне ставить, потому что явно... Эти, конечно, нету мали в игре. То явно я единственный должен на них претендовать. В смысле реку спросить? Ну, название кто-то знает такое? Ну, спроси. Река Нарев, это где? Есть такая пена. Интересно, кто что-то сделает, как палец Дипа его нация? Это не то слово. Так, ну, хоть давайте пойти. Нарев в Польше и Беларуси течет. Ага. Первый раз слышу, кстати, такую реку. То есть Беларусь у нас, да? Да, да. Так, что он тут обрабатывает на производство. Если так... Давайте лучше так. Чем быстрее вырастим, тем лучше. Тем больше культуры вначале, больше науки. Но надо пытаться все-таки в Золотой век тут выходить, я думаю. Гор нету вообще. То есть, где мне науку брать, непонятно пока. Ну, видимо... Блин, да и пустыни как-то немного. Видимо, надо Пантеона Легенды Пустыни брать. И... Священные места. Так, а где у нас это их улучшение? В каменной кладке, по-моему, да? Да. Нумибийская пирамида. Главное, камни нигде нету, чтобы ее ускорить. Так, животноводство и лошадей рядом нет. Ну, хотя вот... Будем считать, что они рядом. 20 монет дали. Ну, такой себе... Руинг. Так, растем. Строим. Ну, дальше, наверное... А строителя купить как соточка? Нет, тогда... Блин. Я не слышал, что ли, автоочередь? Ну, и потом поселенцы, наверное. Горное дело. Да, ну, мы где-то в центре карты, получается. Во время карты всегда тишина такая-то была. Да. Особенно ближе к ночи, подожди, когда все устают. Это как мафия. Кто больше говорит, тот и мафия. Видимо, надо молчать. Да, Андрей. Да, Андрей. О, ГГшка производственная. Я первый нашел. Блин. Сейчас кто-нибудь встретится, начнется. Жалкие не на воде. Окленд. Мы будем опять все сильно решать. О, чудо. Так, интересно. Ну, я ее еще не нашел, но это явно чудо у нас здесь. Так, а вот это у нас море или озеро? То есть я уже до краев полиции всем подвезло или нет? Пролив. Только типа всем. Мне тоже прям вот во втором радиусе. У многих очков эпохи. У кого 0 очков эпохи? Да. Классно тебе. Ну, еще вообще-то... Стандартные поставили. Что, возраст мира? Нет, ресурсы. Ресурсы стандартные, да. Ага, вот какие-то горы. То есть, в принципе, в той стороне может быть какая-нибудь цивилизация на горы. Сот законов открыли. Так, ну что за чудо? А, вот тут интересно. Ну, просто плюс одной культуры... Такое, на самом деле, не самое... Прикольное. Я твоей лояльности не люблю. Давайте, наверное, астрологию в следующем открою. И здесь, ну, пока международную торговлю поставим удвоенный опыт юнитов разведки. Не-не-не-не, пантеон, пантеон. Они думают, что сейчас там разберут пантеоны явно. У меня нету сразу ни веры какой-либо, ни ресурсов на веру, ничего. Поэтому я явно не первый ее возьму. Строитель, вау. Так, ну, можно тогда пока... Или пускай достроится уже строитель. Но я бы, честно говоря, начинал таки поселенца уже строить. Так, 2-6. Лучек поставь, ну, метки там. 2-7. Ну, чтобы, как бы... А как сделать, чтобы ты эти метки видел? Нажимаешь на меток и выбираешь меня в список. Блин, повышение надо было взять поселенцу. Так, я уже... На 9-й ход уже 9 очков. Получается, выше дуболома или ниже? Нормально. Ну, ниже. А, ну тогда... Ага, озеро. О, слушай, так можно прямо на гипс будет поставить. Кстати, это в двух клетках от Чуда получается. Рядом... Да, вот тут точно... Хорошее место для города. То есть я из-за Чуда получу очки, и здесь этот уникальный. Тут пресная вода у нас получается. Здорово. Вот тут какие-то горы. Тоже интересные места. По идее. Ну, похоже, наверное, сверху никого не будет. У меня тут название озер конкретно палит название моей цивилизации. То есть она называется западное название цивилизации озера. Так, давайте вверх схожу. О, варварцы. Так, пастбище. Варварцы. Варварцы. Я перейду сначала на ту сторону, потом уже апну. Ну, вот тут у кого-то дофига, конечно, холмов всяких. А, международная торговля нас ускорена. Ладно, пока. Остаемся так. Я, наверное, буду... Да, есть подлагивание. Сразу я, наверное, здесь ставлю город. Я медко ставлю. Наверное, сюда будет священное место. Сюда. Где тут мое улучшение? Так, здесь еще подумаем, что куда. Вообще, надо бы еще сюда посмотреть. Может, там дальше куда-то. Ну, в золотой век я просто обязан выйти. Просто, ну, вылететь пули, я бы сказал. Потому что и улучшение мое уникальное. Хорошо, засуха. Не на той клетке, которую я обработал. Так, надо вот тут ферму. О, кумаси. Это вообще супер город. Он... Торговый пути к любому городу государству. Плюс два культуры. Так, блин, надо его сюзеренить и отправлять караваны чисто в города государства. Давайте глянем, что тут. Так, нам должно хватать еще перемещения. Вот так сделаем. Блин, а где люди? Да, супергром, мы тебя не слышим, но мы уже начали партию. Не дождались тебя. Ну, в принципе, начало... Начало неплохое, но здесь другое дело, я хотел своими уникальными лучниками напасть на кого-нибудь, а... Привет, сапер-водичкой. А, никого рядом нету. О, сейчас я кого-то слышал на фоне. Кого у тебя? Сантошка? Не знаю, там супер-герл, по-моему, с кем-то. Общается. Так, да. Ну, да, строим тут... После посела еще строители. Нет, тут должен быть очень культурный варвар. Стоит на клетке, лагерь, который дает плюс два культуры. Наверное, прыгну вниз. Разбежавшись, прыгну со скалы. Блин, а где вот тут человек? Я думал, тут как раз горы для кого-то. А никого как-то и нету. Где весь народ? Где, так сказать... Он должен... Нет, не атакует. Мистер Идея, мы где с тобой встретились? Ну, ты разведчиком пробежал. Так, я начну куплю за денежки караван. Попожжим. А можно вопрос, который именно... О, и Иерусалим. И политическую философию ускорили. И сейчас быстрее пойдет накопление пантеона. Ну, прям... Супер-пупер все. А, все, я вот ту стылицу нашел. Еще чудо, блин. Потом... А, ну, сейчас тут ничего особо важного ему апгрейдить. Да... Так, ну, поехали дальше в Раннюю Империю пока. Что, ну, тут морские юниты. За то, что сложность к ней есть? Нет. Просто они, видимо, пассивные пока тебе. Там кто-то уже жаловался, что к нему прибежали, по-моему. Фига себе, у него очень ли не пассивные. У меня тут вовсе уходят штрумы. Нет, давайте Раннюю Империю пока. У меня просто стоит лагерь, стоит вообще неразвитчик. Наверное, больше всех очков должно быть. Два чуда уже нашел, два. Может, куда убежали? Десять у Морфа. Ну, да. Самый большой счет эпохи. Вообще, мне вы после астрологии... Нужен для чего они, кроме победы? Нет. Мне кажется, он реликвию нашел. Ставлю на это. Нет, меня просто давно интересует. Надеюсь... Надеюсь, отсюда никто не прибежит из моих соперников. Привет, Лучик. Привет. Привет. Ты где вообще будешь? Поставь метки, вот где твой разведчик, или ты вообще далеко отсюда? Ох, блин, привет. Привет, привет. Я хочу сюда сходить. Тебя стрелить, алло, прием. Ярцев 522. Вот что, я увижу. Я просто два разведчика бегаю, и они не видят. Ну, я далеко. Вот, который зеленый. Морф, здорово. Хорошая цивилизация, хорошая. Алло, алло, коллеги. И места тут хорошие, смотрите. Я вижу, я тебя вижу. Что происходит? Ну, вот от своего разведчика, наверное, клеток 12 вверх. А, ну, хорошо, тогда это, ну, мои места. Морф далеко отсюда ты? Ты не претендуешь. Не очень. Все, Караген, это мои места, да, примерно? Да, да, да. Отлично, все. Понятно, что я здесь город не собираюсь ставить, но я поставлю его метку, типа, я хочу тут. Ну, да. Вот проведи от него просто параллельно. Морф, я поставил метку. У меня раньше там стоит метка, я вот как раз включал, чтобы тебе показать. Ну, блин. Как делить будем? Проблемы у нас, да. Может, хотя бы на одну клетку ниже поставишь? Ну, мне гора вот эта слева очень там понравилась. Ну, пожалуйста, на клетку ниже ставь, я ж не против. Горы. Я просто боюсь не дотянусь. Ой, очень мы далеко, на самом деле. Вопрос, если ты поменять карточку в правительстве, у тебя она начинает действовать, как только ты принял это правительство или со следующего хода? Сразу действовать. Просто там не пересчитываются циферки. Ну-ка, это засуха закончится здесь. Что за фигня? Так, колесо ускорили, мы сердце ускорили. Метку поставим, ты туда город будешь сказать? Каменоломная я где вот здесь, но это долго будет ее там ускорять, а мне эту фигню надо ставить быстрее. Договорились. Так, просто полечусь. Это что, тут тоже какая-то засуха или что тут? Какая-то странная немножко картинка. Караген, у тебя получается... Пустыня, вот это моя, по идее. У тебя много пустынь? Ну, у меня половина, да, пустыни. То есть, получается, у тебя этот пантеон этот зайдет прям. Ну да. Блин, то что кто-то взял пантеон. В СПЛ моде этот пантеон, он прям хорош. А тут он очень сенсуативен. Караген взял пантеон на пустыне? Караген взял пантеон госпожа Тростника и Топии. А, на эти, на... Болото, да. Болото и пойму рек только в пустыне. А в СПЛ он работает еще и... На все вообще. Сильный пантеон. Так, ну следующим ходом... Если никто там в очереди на пантеон не стоит, то я его должен взять. Смотрите, вот эти три города прям как бы мои. Болгожданный дождь. Да, есть пантеон. Я беру все-таки... Так, Танец Авроры, Священный Путь. Привет. Что, нету этого пантеона? Нету пантеона на пустыню. Тропические леса, клетки тундра. Чем больше не встречать, тем страшнее не становится. Леша, ты вот говорил, там ниже поставить город. Меточку поставь куда-то, имеешь в виду, чтобы я поставил. Ну, это тебе лучше смотреть, где тебе удобнее город ставить. Ну, мне удобнее, потому что как раз где я поставил метр. А, слушайте, я гипсом мог, кстати... Ну, мне тут надо город ставить. Просто тут, видите, я получил сразу и... Вот, плюс три за счет того, что рядом с чудом. Поставил город. Так, здесь давайте монумент пока. Здесь строителя. Ну, что, везти сюда. Там шесть ходов еще каменной окладкой. Ну, давайте, наверное, тогда пока медь обработаю. Чтобы... Видите, у меня веру дает бонусные ресурсы. Бездомный док, то если что-то говорил, церковь слышно не было. О-о-о, бездомный док. Не очень цивилизация, да? Или как ты относишься? Относишься к такому рандому. Вот и золотой век. Нормальный рандом. Я вот что хотел спросить. А вот та музыка, что играет в игре, она только от тех цивилизаций, что есть в этой игре? Или тут вообще рандомная чисто? Только то, что есть в игре. А, посла дали. Отлично. Для Кумаси это будет то, что надо. Военный лагерь, трудовая повинность великого торговца. Челеньо, я тебя замучу сейчас. Нам этой калинки-малинки... Надеюсь, России нету в игре. Если она есть, ее будет выше крыши и так. Ну, будем подпевать. Да-да. Вы далеко отсюда находитесь? Нет. Там и Марф, кстати, рядышком. Морф, извиняюсь, Морф. Я просто что хочу? Я хочу на побережье города ставить. Вы не будете против? Или вы еще не дошли там до океана Атлантического? Ну, возле определенного нет. Да что? Возле... Там пролив есть. Такой называется пролив. Ты его видишь? Пролив... Не хочу... Пролив нет, я залив вижу. Который тем он... Проводил как Галлиза, мы еще не открыли. Пролив или залив, вот в чем вопрос. Нет, а я какой-то пролив вижу. Вот я на нем хотел ставить город. Я думаю, что мы разберем. Ну, меточки просто, меточки ставь. Я просто недалеко от побережья остался. Я понимаю. Было бы удивительно, если бы Маури далеко от побережья поставил. Ой, блин. Болели нацию. Ааа, я виноват. Виноват. 18-й ход. Это прям совсем что-то слабенькое в этот раз. Да. А ты там близко от твоих городов? Кто говорит? Нет, я так рано, я не буду... Я не принимаю дружбу. Будешь вести поселенца без защиты, я его захвачу. Сразу предупреждаю. Ну, так-то я дружить готов. Вначале, пока вот мы расселяемся, никакой дружбы. Ну, вообще, мы с тобой довольно близко, лучик. То есть, ты за рекой находишься сразу. Вот, которая у тебя там река? Да. Так, пускай будет. Четыре хода. Сейчас мы раз. Ну, ты же можешь по этим, смотри. К сожалению, видите, получу сейчас четыре очка, которые мне уже не нужны за мое улучшение, но мне надо его строить, чтобы строить священное место потом, которое будет быстрее строиться за счет этого. Кстати, давайте глянем, сколько оно тут давать будет. Плюс два. Здесь плюс три, но тут места... Я не хочу эту клетку... А тут все-таки пустынная клетка, я бы ее забрал. То есть, тут я поставлю эту... Улучшение. То есть, вот у меня две пустынных клетки в этом городе просто будут убраны. И я за счет веры в золотом веке буду поселенцев покупать и ставить. Так, значит, сюда мы идем. Недоисследую вверх, я думаю, там... Привет, Учек. Привет. Хочу с варварами тут... Ну, не разобраться, потому что, опять же, мне очки не нужны, а контролировать этот... Мне прям куда-то в твою сторону надо. О, еще и Наска. Слушайте, он тут в веру прям Бог велел. Играть, а что... Ты метку поставь, куда ты хочешь город поставить. М-м-м, окей, час. Иерусалим хочет... Трудовая... Вот, для трудовой повинности надо район построить. Как раз священное место. Сверху что-либо прибежал? Нет, слева. Всегда дезинформируйте противника. Что им рассказывать? Пускай сами открывают территорию. Исследуют... Мне вот тут интересно кто. Тут явно кто-то должен быть еще. Но я до него не дошел. Ну, я так уже прилично разведал. У меня скауты неплохо работают. Но проблема в том, что мы играем на новом мире. В новом мире. То есть, тут должно быть много производства. Но, как видите... У меня почему-то с холмами не очень. Так, ну и пантеон у меня... От редких... Вера от редких и бонусных... От трудников редких и бонусных ресурсов. То есть, вот еще... Ну, надеюсь, железо где-то будет. Не жили на пустыне кто-то... Кто-то взял. Там уже просто не будет места, чтобы поставить... А я тебе... А я тебе секрет открою. Ты и так выше не поставишь, потому что там другой игрок. Слушай, бездомный док, так... Я думаю, что ты просто за Наску ничего не ставь, и все, и мы договоримся. За что? Ты Наску не нашел? Нашел. Я вижу только рак, ракию, большой зав и боль. Наска. Город-государство, Наска. А, Наска. Я вижу боль, это хорошо. Нет, тут правда просто, наверное, не открылось полное название реки. Но я вдоль берега просто буду ставить гораздо... Так, а куда мне этого... Городом, на третьей клетке от твоего города. Что-то я не продумал, куда мне... Может, против варваров уже возьмем. А тут, тут, тут строители... Нет, ты слышно мне говоришь. Ну да, да. Ты, видимо, там не разведался у города вправо вот. А, ну ты, наверное, да. Там просто не подсветил. Сейчас подойду, и ты увидишь. Блин, я потерял ход, я не понимаю, куда мне этого... Чувака вести, на самом деле. А как включить эвервей? Я вроде галочки поставил, он не показывает. В игровой активности ты снял там запрет? Блин. Там не который снизу, а который сверху. Зеленый запрет какой-то. Сейчас запущено. Вот где я подошел разведчиком, это твои столицы? Нет, но у меня влево море. Мне селиться... Зачем? Мой город вот эту клетку захватил, спрашивается. Блин. Так, торговца я хочу купить. Ну ты где мне тут священное место ставить? Нигде. Вот сюда я точно буду город ставить. Блин, куда ж этого... Ну, в сторону... Тут явно ни Шумер, ни Маури не будут ставить города. Может сюда вот к... Давайте, наверное, вот сюда прям на сахар. То есть этот кампус будет... Я не пытался. В радиусе определенном. Тебе страшно? Да. Тут нету смысла, например, сюда ставить или сюда. Потому что... Тут город никуда не будет. Если ставить город, то где-то здесь. Я... Человек в районе боговой активности. А, все, он появился. На этом пока все. Продолжение. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.